Для того, чтобы превратить исторический фильм в эффектное развлечение, необходимо проявить определенную вольность в отношении реальной истории. Но некоторые фильмы безмерно раздражают историков, потому что они очень, очень неправильно интерпретируют историю. Убийство президента Джона Кеннеди остается ошеломляющей трагедией в истории США. Молодой и популярный президент был застрелен среди бела дня, когда сидел рядом со своей женой в лимузине в окружении агентов секретной службы. Это событие остается плодотворной почвой для различных теорий заговора, в которых задействованы все – от ЦРУ до шпионов-коммунистов и мафии. – Это... это мистерство! Это мистерство, вверху в ритмах, внутри Энигма! Основная цель Оливера Стоуна, похоже, заключалась в том, чтобы втиснуть все конспирологические догадки в свой невероятно хорошо снятый фильм, и в результате пострадала историческая точность. Стоун однажды сказал New York Times, «Эта история сама по себе уже неправда» Фильм настолько далек от документального жанра, насколько это возможно, но он так хорошо снят, что часто заставляет людей думать, что он более точен, чем это есть на самом деле. Газета Washington Post назвала этот фильм практически не основанным на фактах. В качестве основы своего сценария Стоун использовал судебный процесс 1969 года над Клеем Шоу, которому были предъявлены обвинения окружным прокурором Нового Орлеана Джином Гаррисоном. Но, как отмечается в Atlantic, дело Гаррисона развалилось, когда выяснилось, что его ключевой свидетель был накачан наркотиками и отказался от своих показаний. Стоун решил эту проблему, убрав настоящего свидетеля и заменив его вымышленным персонажем, которого играет Кевин Бекон. И это лишь одна из многих наглых выдумок, которые режиссер выдает за правду. Гладиатор – отличный фильм. История римского полководца, преданного коварным сыном императора и вынужденного сражаться как никому неизвестный гладиатор, чтобы подобраться достаточно близко к своему врагу и отомстить, сильно напоминает Римскую империю, даже если это фильм, печально известный своей волшебной подушкой, которая появляется под головой Рассела Кроу во время его смерти. Но каким бы красивым и драматичным ни был Гладиатор, когда журнал Daily History обратил внимание на историческую точность, выяснилось, что она полностью отсутствует. От одежды, которую носили германские варвары в начальной битве фильма, до крайне маловероятной возможности того, что император Марк Аврелий передал или мог передать императорскую власть генералу, как это было показано в фильме. Эта картина полна неточностей. Например, император не любит и не доверяет своему сыну Комаду, который затем убивает своего отца, чтобы захватить трон. Но на самом деле Аврелий назначил Комада соправителем за 14 лет до своей смерти, и Комад мирно пришел к власти. Самым вопиющим моментом фильма, конечно же, является тот факт, что император Комад погибает от руки Максимуса в исполнении Рассела Кроу. Комада не любили многие, но на самом деле он был убит в своей ванне в 192 году н.э., до этого правив империей в течение 12 долгих лет. Неудивительно, почему многие консультанты, нанятые для проверки исторической достоверности фильма, попросили, чтобы их не упоминали в титрах. U-571 – напряженный, развлекательный военный фильм об американской подводной лодке, которая маскируется под немецкую, чтобы высадить моряков на поврежденную германскую подводную лодку и выкрасть находящуюся на борту кодовую машину Enigma. Машины Enigma использовались для расшифровки закодированных сообщений нацистов, и неспособность союзников взломать эти коды была реальной проблемой в первые дни Второй мировой войны. – И наша неспособность, чтобы решить свои сообщения, это заставляет нам эту войну. Это придает истории большее значение и создает реальное напряжение. К сожалению, подобный сюжет также делает фильм, вероятно, одним из наименее исторически точных из когда-либо созданных. По словам Guardian, в прочих исторических фильмах могут быть некоторые неточные детали, но, что касается этого фильма, U-571 оказался настолько неточным, что был осужден парламентом Великобритании как оскорбление настоящих моряков. Проблема номер один. Фильм был вдохновлен операцией Primrose, в которой команда британских моряков поднялась на борт немецкой подводной лодки и захватила кодовые книги, необходимые для использования машин Enigma. В реальном мире у союзников уже было несколько работающих шифровальных машин. Чего им не хватало, так это кодовых книг. И все это произошло в мае 1941 года, за год до события фильма, и, кстати, за несколько месяцев до того, как Соединенные Штаты вступили в войну. Неудивительно, что британцы были недовольны тем, что в фильме американцы оказались главными героями, хотя они ещё даже не участвовали в войне. А тот факт, что U-571 не была захвачена, а затонула в 1944 году – это просто вишенка на торте. Самураи классные В фильме 2003 года Последний самурай Том Круз играет бывшего офицера армии США, который переживает серьезное посттравматическое расстройство и устраивается на работу, помогая модернизировать японскую армию. В дальнейшем он принял решение поддержать обреченное, но благородное восстание самураев, и одновременно с этим обучается их военному искусству, чтобы стать воином-самураем, пускай образ жизни, который они представляют, вот-вот будет разрушен навсегда. – Ты веришь? – Мужчина не может поменять свою жизнь? – Мужчина делает, что он может. Это отличная история, в значительной степени основанная на жизни реального человека по имени Сайго Такамори. Как объясняет историк Марк Равина, после того, как Такамори помог восстановить власть императора в период так называемой реставрации Мэйдзи, он был шокирован, когда император изменил свое отношение и лишил самураев их власти и привилегий. Поэтому Такамори поднял восстание. К сожалению, фильм не очень заботится об исторической достоверности. И пускай это правда, что Япония нанимала таких западных консультантов, ни один из них не был американцем. Самураи также были знакомы с современным вооружением и использовали огнестрельное оружие в сражениях. Хуже того, дело самураев представлено неправдоподобно. На самом деле это была больше классовая борьба. Создание современной профессиональной армии подняло положение людей, которых самураи считали ниже себя, и основным мотивом было сохранение своей власти и богатства. И, конечно же, в фильме ниндзя нападают на самураев. Ниндзя делают любой фильм круче, но к тому времени в Японии не видели настоящих ниндзи уже на протяжении нескольких столетий. Операция Арго – отличный фильм. Он основан на реальном спасении американских дипломатических работников, скрываемых их канадскими коллегами в течение нескольких месяцев после Иранской революции 1979 года. Так что легко понять, почему картина получила Оскар за лучший фильм в 2013 году. История операции по созданию фальшивого научно-фантастического фильма, финансируемая ЦРУ в качестве прикрытия для напряженной спасательной операции, чертовски интересна. Жаль, что практически все, показанное в фильме, на самом деле, не происходило. С таким же успехом можно назвать фильм полностью выдуманным. Несомненно, вся операция по созданию фальшивых фильмов, позволившая американцам выдать себя за канадскую съемочную группу, чтобы сбежать из Тегерана – факт на все 100%, но, как сообщает IndieWire, почти все подробности в фильме не соответствуют действительности. Сцены, подобные той, в которой американцы вынуждены притворяться, будто знают, что они делают на рынке, в то время как подозрительные иранцы пристально наблюдают за ними, или когда стражи Исламской революции преследуют их самолет, когда он мчится по взлетно-посадочной полосе, никогда не происходили. И, как сообщает Слейд, персонаж Лестера Сигеля, полностью вымышленный, в то время как фильм не упоминает несколько реальных героев, которые действительно существовали и рисковали своими жизнями, чтобы спасти заложников ситуации, большинство из которых были канадцами. Роланд Эмерих – режиссер, известный двумя вещами – масштабными яркими фильмами, основанными на спецэффектах, и безумно исторической, научной и общей неточностью. Это не делает его фильмы менее увлекательными для просмотра, но они попадают в такие видео, как это. И 10 000 до нашей эры может быть величайшим достижением Эмериха с точки зрения исторической неточности. Богатый список исторических ошибок в фильме включает изображения цивилизаций, использующих сталь, причем самые ранние примеры производства данного металла относятся к 1800 году до нашей эры. А ещё есть эти огромные процветающие города, возникшие за тысячи лет до изобретения сельского хозяйства. Или, лучше сказать, до изобретения городов. Как отмечает Слейд, большинство атрибутов цивилизации, которые демонстрируются в фильме, памятники, язык и сельское хозяйство не появятся ещё в течение тысяч лет. Мы говорим о том, что это грандиозная историческая неточность. Все любят 300 спартанцев – Джерард Батлер в набедренной повязке, гиперстилизованные батальные сцены, персидский царь, который, очевидно, ростом в пять метров и уже не совсем человек, бессмертные – на это стоит посмотреть. Но для фильма, явно основанного на реальных людях и действительно произошедшем и чрезвычайно важном историческом событии, его отношение к исторической достоверности довольно непринужденное. Мы надеемся, что нет необходимости объяснять, что легендарные спартанские войны не шли в бой в набедренных повязках и обмазанные маслом. Как объясняет History vs. Голливуд, они, скорее всего, носили доспехи, как и все остальные войны того времени. Гардиан отмечает, что почти все аспекты вторжения персидской армии тоже неверны. В фильме персидский царь Ксеркс призывает воинов со всех уголков своей империи, чтобы обрушить их мощь на спартанцев. Но на самом деле изображенные воины родом из гораздо более поздних эпох, и большинство из них никогда не находилось под контролем Персидской империи, даже в период ее наибольшей экспансии, которая затрагивала многие земли древнего мира. Но самый большой грех фильма – это позиционирование спартанцев как защитников демократии и свободы. В действительности они были обществом, построенным на эксплуатации рабского труда. Но вы не узнаете об этом из фильма. Враг у ворот – это фильм 2001 года, в котором Джут Лоу и Эд Харрис в главных ролях играют снайперов-соперников. Первый защищает Сталинград на стороне Советского Союза, а второй является частью вторгшихся нацистских сил. Снайперы ведут эпичную схватку, которая меняет ход битвы. Это напряженная и суровая история, действие которой происходит в рамках одного из самых известных сражений в современной истории, в котором, по имеющимся оценкам, за время осады погибло до двух миллионов солдат. Многие считают, что это сражение стало поворотным моментом во Второй мировой войне, поскольку нацистские силы были пойманы в ловушку и медленно уничтожались в течение пяти месяцев, пока наконец не сдались, потому что у них буквально не осталось еды или боеприпасов. По словам историка Энтони Бивара, Paramount Pictures купила сценарий, понимая, что он основан на реальной истории, что было сомнительно, поскольку он только что обнаружил доказательства того, что вся эта история, по сути, была выдумкой советской пропаганды. И пускай персонаж Лоу был основан на настоящем советском снайпере, противоборствующего нацистского снайпера никогда не существовало, не говоря уже о сложной шахматной партии между ними, как это было показано в фильме. Но режиссер Жан-Жак Амно продолжает позиционировать фильм как основанный на реальных событиях. Нет никаких сомнений в том, что Уинстон Черчилль был одной из самых ярких фигур 20 века, или что игра Гарри Олтмана в роли бывшего премьер-министра Великобритании великолепна. Черчилль был невероятно талантливым лидером и остается чрезвычайно важной исторической фигурой, но, как бы он ни был хорош, в фильме большая часть его истории не верна. Прежде всего, Черчилль показан пьющим, сломленным стариком на момент начала Второй мировой войны. Но, как объясняет Антони Бивар в газете Guardian, несмотря на то, что Черчилль был вынужден оставить основные посты, он в то время все еще имел большое влияние и поддержку в правительстве и консервативной партии. Хуже того, поворотная сцена, где Черчилль едет в лондонском метро и группа обычных лондонцев убеждает его сопротивляться Гитлеру до последнего вздоха, полностью выдумано. Как сухо говорит Бивар, лондонское метро было местом, куда, по словам сноба Черчилля, никогда в жизни не ступала его нога. В фильме также избегаются многие недостатки Черчилля, такие как его вопиющий расизм и классовая неприязнь, а его блестящее лидерство неожиданно становится заслугой случайно встреченной группы безымянных граждан в поезде. Черчилль обладал многими качествами, но этот фильм решил показать только часть из них, а это неправильно. Храброе сердце 1995 года с Мэлом Гибсоном в главной роли показывает действительно существовавшего Уильяма Уоллеса на фоне более чем реальной первой войны за независимость Шотландии в XIII веке. – Они могут взять нашу жизнь, но они никогда не возьмут нашу свободу! Это волнующая, захватывающая история, и игра Гибсона остается культовой в современном кино. Но когда дело касается исторической достоверности этого фильма, начинаются проблемы. Историк Алекс фон Тунцельман в своем обзоре для Guardian оценивает картину с точки зрения следования реальным фактам как полный провал. Подробный список исторических ошибок, представленный экспертом, поражает тем, насколько легко некоторых ошибок можно было избежать. Вступительный голос за кадром заявляет, что король Шотландии Александр III умер в 1280 году, хотя на самом деле он скончался в 1286 году. Если верить фильму, детство Уильяма Уоллеса прошло в бедности, тогда как настоящий Уоллес был из богатой семьи. А действие битвы при Стирлингском мосту происходит на травянистом поле, где невероятно мало мостов. Создается ощущение, будто создатели картины даже не прилагали усилий по достижению достоверности. Чтобы развернуть любовную линию Уоллеса, фильм вольно обходится со временем и пространством. Как отмечает War History Online, принцессе Изабелле, которая в фильме забеременела от Уоллеса после того, как они влюбились друг в друга, на самом деле было всего 9 лет, когда Уоллес умер. Возможно, самым явным признаком того, что создателей фильма просто не волновала историческая точность, является то, как одеты шотландские воины. С одной стороны, они раскрашивают свои лица так, будто являются представителями древних племен кельтов и пиктов, которые жили в Британии во времена Римской империи за тысячу лет до начала фильма. С другой стороны, они носят хилты, которые изобретут лишь несколько веков спустя. Ну, что ж, по крайней мере, у нас есть... – Святой! Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики, которые вам понравятся, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!